Сегодня хочу рассказать, с какой проблемой сталкиваются наши пациенты. Часто бывает так, что после лечения в стационаре наши пациенты выписываются домой. Дома соответствующего ухода не производится. И вот наша работа уже увеличивается, наверное, раз в 10, потому что дома пациентами никто не занимается. Они к нам в отделение реабилитации попадают уже в более тяжелом состоянии. Страдает как само состояние пациента, развиваются различные контрактуры и прочее. Сегодня покажу пару самых простейших вещей, как просто самостоятельно, без посторонней помощи ухаживать за пациентом, который перенес инсульт. Это различные инсульты, различные сложности. Но вот сегодня начну, наверное, с самого тяжелого состояния. Это то состояние, когда у пациента развивается плегея, и пациент фактически самостоятельно никакого движения не может произвести. Это самые такие тяжелые пациенты. И вот, наверное, как ухаживать, собственно, за ними, никто и не знает, чего с ними дома делать. Все просто, ничего такого особо придумывать не приходится. Следим за показателями. Это давление, которое должно быть в нормальных цифрах. Бажные люди, это 130 на 80. Пульс, который также должен быть в нормальных пределах. Также, около 70 в минуту. По возможности сахар крови. 3,3 и 5,5. Обязательно следим за правильным положением руки. И, ну, условно, ну, должно быть вот такое, вот, примерно. Это рука в свободном, вот, таком расслабленном положении на подушке. Ладонью вверх. Это предотвратит развитие определенных контрактов. И будет как средством противопролеживания явлений. Так, вот, это нормальная, правильная позиция руки, нога. Часто мы сталкиваемся с проблемой, что вот такая позиция ноги. И бороться с этим и вернуть ее в нормальную форму и позицию, это уже очень сложно. Поэтому, заранее, дома, мы подкладываем подушку, правильно фиксируем стопу ноги, чтобы носок не смотрел наружу, а постараться, чтобы смотрел все-таки прямо. Потому что потом уже бороться с этой мышечной атрофией и с неправильным положением и суставов, и с самой конечностями очень сложно. И работа наша, наверное, в 10 раз сложнее становится. С чего мы начнем? Это простые упражнения для верхней конечности. Начнем, наверное, с речевого сустава. Очень важно производить все медленно. При каждом движении задерживать руку в определенной позиции. Это будет как интенсионное движение. Держать учебу около 20 минут. Это профилактика атрофии мышц, застойных явлений в суставе. Ну и реабилитация после таких движений улучшается в разы. По европейским стандартам рекомендуется не реже трех, четырех, пяти раз в день. Фиксируем руку. Фиксируем локтевой сустав. И отводим. У нас. Удерживаем в такой позиции 20 секунд. Отводим нужно так, чтобы пациенту не было больно. Чтобы мы, конечно, не слышали различные щелчки в суставах и прочее. Отводить до тех пор, сколько позволяет и связочный аппарат, и мышечный. Потому что пациент разные бывают, и контактуры разные бывают, и поэтому без особого фанатизма, как говорят. Затем мы делаем отведение руки от туловища. Также удерживаем руку в такой позиции около 20 секунд. После плечевого сустава переходим на локтевую. В принципе, вот эти простые движения, их достаточно для того, чтобы не было вот этих вот тяжелых и сложных осложнений. Фиксируем также боктевой сустав и приводим. Рекомендуется несколько, около 15-20 таких манипуляций. И в течение дня чаще. Фиксируем боктевой сустав и занимаемся, соответственно, уже. А у человека с ними есть. Распределем движение. Затем мы переходим на соответствующие пальцы. Помимо прямых движений мы делаем круговые. Также разрабатываем каждый палец. Фиксируем колено. Получается. И вот простыми движениями отводим. Потом делаем круговые движения. Эта работа получается и с тазобедовым суставом, и с колебным суставом в одну такую сторону. Также удерживаем около 20 секунд в такой позиции и отводим обратно. Потом делаем эти движения то же самое и вот выводим прямую. Сколько позволяет каждый сустав, каждый по мышце. После того, как мы отработали тазобедренный коленный сустав, мы беремся за нашу стопу. С стопой работаем следующим образом. Выкладываем ладонь на пяточную кость. Захватываем ее и вот в таком обычном положении просто потягиваем на себя. Здесь работают как передняя группа мышц, так и задняя группа мышц. В принципе, никаких таких сложных манипуляций мы не делаем. Но вот эти простые манипуляции помогают нам справиться с всевозможными контрактурами. Часто случается так, что болевой синдром настолько сильный, и мы не можем делать данные манипуляции. Так есть боль выраженная, пациент не может ее терпеть. Я рекомендую, прежде чем выполнять данные манипуляции, просто промассировать каждую область. Еще можно нанести за 5-10 минут, наверное, до всех процедур, нанести мазь гель. Нестеродные противовоспалительные, по типу, не знаю, всевозможные, если честно, на рынке есть это. И Вольторен, и Диклофенак, и всевозможные мази. Ну, все, спасибо.